Всем привет! Сегодня у нас будет история о том, что бывает, если покрывать анихолизис гель-лаком или его протезировать. Вот у нас ножки до такие интересные попались. Сильно видео ускорять я не буду. Работает мастер Елена. И вот смотрите, какой там прикол. Подождите, фукайте, кричать, грибок, там все такое, ну все, что обычно вы делаете. И видео не столько несет демонстрационный характер, ну то есть мы, конечно, показываем, да, что мы делаем, но суть не в этом. Вот сейчас это видео я хотела бы адресовать всем девушкам, женщинам, которые очень любят декорировать свои проблемы, свое печальное состояние ногтей на ногах, очень любят прятать за ярким гель-лаком. Эта девушка тоже ходила в какой-то там другой салон. Она так и не созналась нам, в какой конкретный салон она ходила. И ей там на протяжении года, как мы поняли, покрывали вот этот ноготь абсолютно полый, то есть он с анихолизисом. Скорее всего, это произошло вследствие удара. Вот сейчас Лена убирает остатки того, что осталось от ногтя. То есть вот обратите внимание, что там самой ногтевой пластины, ну не знаю, миллиметра полтора, наверное, осталось только вдоль кутикулы. То есть все пришлось убрать. Так вот, у нее анихолизис приобретенный, симметричный на двух ногах. Скорее всего, он либо отдавлен обувью, либо удар какой-то был, может быть, она спортом каким-то занималась. История умалчивает. Вот. Но суть не в этом. А суть, на самом деле, в том, что в одном из салонов города Казани, где-то в центре, в салоне жены, ее брата или что-то такое. В общем, каких-то там знакомых родственников, которых она решила не раскрывать. Потому что я была подорвалась уже звонить этим ребятам. Я говорю, я им позвоню и скажу, что так делать не стоит. Но, короче, она их не сдала. Она сказала, ну ладно, как-нибудь там, наверное, у них ведь решится когда-нибудь сама по себе. Почему должно по себе само что-то решиться? Ребята явно сильно косячили. Они не должны были это покрывать. Они должны были ей предложить сделать зачистку, обратиться к дерматологу. Ну, отказаться, в конце концов, работать с таким ногтем. Но видно же, что проблема. То есть, если полость настолько огромная, и там уже зелень, и желтесна, и чернота, и чего там только нет. Но явно, что это проблема. И это крайне безответственно. Мы сейчас видим, сколько всего мы тут застаем. И конца и края этому, честно говоря, не было. Я сейчас не могу точно сказать, получится ли восстановить этот ноготь. Потому что хозяйка этого ногтя, это та самая девушка. Ну, вот если кто-то следит за нашими сториз. Та, которая не заплатила за услугу. Так получилось, что она попросила сделать ей услугу в долг. Потому что до этого она у нас несколько раз была. И вроде как посчитала, что она у нас постоянный клиент. Ну, короче. Так получилось, что она не оплатила эту услугу, маникюр и еще массаж. Потом у нас всех в блог поставила. Ну, ладно. Сейчас опять-таки не об этом. Короче, я что хочу сказать. Что вот все клиенты, которые постоянно просят щенячьими глазами мастера. Покрой меня, пожалуйста. Закрой, запротезируй. У меня отпуск, свадьба, юбилей. Там пьянки, гулянки и так далее. Я не могу ходить так. Мне так нельзя, что обо мне подумают. Вот не знаю, что о вас сейчас подумают. Вот когда я сижу, делаю это видео, смотрю на это уже в сотый раз, наверное, за сегодня. Но это же грустно, ребят. Это прям вообще печально. Я надеюсь, что кто-то слушает, что я говорю вообще. Ну, так мне это надоело. Люди все время пытаются скрывать свои проблемы, свои вот эти вот недостатки прятать. Но чем дальше, чем дольше вы их прячете, чем дольше вы скрываете состояние своих ногтей, тем хуже ведь ситуация. Здесь абсолютно потерян ноготь. Ей по-хорошему нужно идти к дерматологу. Мы ей все сказали. Но она очень как бы веселая девушка. Она только улыбалась и, возможно, не совсем понимает всю остроту и серьезность проблемы. Я не знаю, сможет ли она его восстановить. Если бы она, конечно, нас так не опрокинула, то у нее был бы шанс. Мы бы взяли ее на контроль, отправили бы ее на анализы. Но, может быть, она сама, конечно, сходит все-таки. То есть мы бы ее как-то по этому делу дожимали. Можно назначить стимуляторы роста, ухода, систематические зачистки и так далее. Но что-то мне подсказывает, что она через какое-то время, сейчас только чуть срастет, там пару миллиметров, она снова нарастет, этот палец. А то вдруг кто чего подумает, правильно? Лучше пусть никто ничего не видит. Ой, ну, в общем, что я хотела сказать. Видео сильно не ускоряло. Хочу, чтобы все посмотрели повнимательнее, поближе. Это только одна нога, левая, потом дальше будет правая нога. Все в этом же видео будет. Чтобы посмотрели мастера, чтобы посмотрели потенциальные клиенты и прекратили это делать. Если вы видите у себя на ногтях какое-то отклонение, что-то, что кажется вам странным, пожалуйста, обратитесь к специалисту. Я не говорю бежать всем к нам. Вообще, очень много девочек в Казани, в России, да во всем мире. Много людей, кто решает такие вопросы. Только нужно поискать. Я с удовольствием посоветую, если я кого-то где-то знаю, по некоторым городам, я знаю девочек, которые этим занимаются. Можете писать в директ, если хотите, если у кого-то есть вопросы по этому поводу. Только, пожалуйста, работать с этими вопросами не нужно. Это оставлять и откладывать в какой-то там дальний ящик. Не нужно думать, что само все разрешится. Ничего само не разрешится. Сейчас такое время, когда все очень сильно хотят носить такую прям модную, красивую обувь. И часто, кстати, бывают кроссовки. И, к сожалению, они не бывают удобными. Есть очень простой тест. Это когда вы вытаскиваете стельку из обуви, которую вы планируете купить, кладете ее на пол и ставите сверху ногу. И как только вы переносите вес на стельку, то есть на ногу, которая стоит на стельке, стелька у вас... Ой, точнее, стопа у вас раскроется, то есть она немножко так расплющится. Это будет ее состояние в обуви. И вы увидите, насколько вам мала будет та стелька, которую вы выбрали. То есть если вы думаете, что вы носите 38-й, я вас уверяю, возможно 39-40. Все размеры разные. Проверяйте. Ставьте ногу на стельку. Возможно, мизинец будет лишний, то есть она будет слишком узкая для вас. Возможно, наоборот, второй или третий палец на вашей ноге будет вылезать вперед. Это значит, что в длину она вам мала. Она может быть в длину мала, в ширину мала. Сейчас очень мало качественной обуви. Я не говорю бежать, покупать там, не знаю, сапоги за 25 тысяч, да, но сейчас есть хорошие, недорогие, доступные магазины. Сейчас есть, ну, в конце концов, ортопедические стельки, которые дают разгрузку. Вот, кстати, у этой девушки, да, явно видна деформация, у нее начинает расти вот эта боковая косточка. Сейчас это как раз было видно в кадре. Ну, можно что-то придумать, обратитесь к ортопеду. Это ведь все настолько серьезно, и с возрастом это будет становиться только хуже, то есть улучшение это не даст. Если пошла какая-то деформация, она будет продолжать ухудшаться. Тем временем Лена у нас снимает покрытие со второго пальчика, да, со второй ноги, и вот это все кусками отходит. Я не могу сказать, грибок там или не грибок, но то, что там синегнойка, это 100%. То есть тут, как говорится, анализы не сдавай, гадалки не ходи. Но, естественно, мы все это сняли очень осторожно, но мы не могли это так оставить. Я считаю, что это вообще неправильно. То есть мы так с клиентами не работаем. Все, что в наших силах, мы делаем, даем рекомендации и отправляем дальше. Сейчас просто это, не кричите, пожалуйста, вот это вот. А у вас там то одноразовое, у нас все одноразовое. Но мастера, к сожалению, нет, не одноразовые, ребят. Вот, кстати, по поводу одноразовых мастеров я хотела тему поднять. Сейчас у всех такое какое-то проноидальное состояние на тему одноразовости. У нас одноразовые пилки, у нас одноразовые бафы. Сейчас там уже хотят вводить эти одноразовые щетки-сметки, да, которыми мы пыль стряхиваем. Хотя они проходят всю необходимую обработку, там, стерилизацию и так далее. Но, ребят, а почему никто не думает о том, сколько пластика мы выбрасываем? Это вот кроме меня вообще никого не волнует? Я вот давно хотела этот вопрос задать. Если кто-то дослушает до девятой минуты мое видео, напишите мне, пожалуйста, вот кого-то интересует судьба планеты. Кому-нибудь, вот есть кому не все равно, сколько мы выбрасываем пластмасса, вот этих вот пилочек, щеточек, но нельзя настолько беречь свой зад, но серьезно. Нет, ну просто из тебя судьба, чем-то заразиться, ты вообще от этого не уйдешь. Я сейчас ни в коем разе не пропагандирую, да, там, ну, разводить грязь и всех пилить одной и той же пилкой, но одноразовые щетки – это прям капец, какой перебор. С нас уже хватает перчатки, маска, пилка, баф, апельсинка. Ну, ладно, апельсинка, она там из дерева, она сгниет, допустим. Там эти одноразовые фартуки, да, вот в котором сейчас сидит Лена, пакеты, шапочки, бахилы, все, что мы используем на одного клиента, да там целый пакет получается, и это будет гнить столетиями. Сколько там пластик, ой, кошмар. Хотя есть сейчас материалы, да, специальные там пакеты пластиковые, которые биоразлагаемые, биоразлагаемые упаковки. Но, к сожалению, до нашей маникюрной, так скажем, индустрии это все пока не доходит. Поэтому давайте не будем нагонять паранойю и вот эти вот одноразовые щетки-сметки. Это вообще просто, это предел идиотизма, на мой взгляд. А потом вы будете просить одноразового мастера, да, типа, вы знаете, а мне нужен мастер, который до этого никому никогда ничего не красил. Ну, это же смешно, ребят. Прям вообще, ну, прям маразм, вот серьезно. Или как однажды у нас была клиентка, которая отказалась пить воду, узнав, что у нас не одноразовые пластиковые стаканы. То есть то, что мы в салоне используем многоразовую посуду. Представляете, у нас есть чашки, ложки, тарелки. Мы все это моем, между прочим, специальным средством, которое в биоразлагаемой таре, которое идет с пометкой «ЭКО», то есть без всяких там вредных павов и так далее. Но она попросила стакан воды. Я говорю, да, конечно, сейчас, ну, просто так получилось, просто она у меня его попросила, когда проходила я мимо. Я говорю, конечно, сейчас я вам принесу. Она говорит, а у вас ведь одноразовые стаканы. Я говорю, нет, не одноразовые. И она сказала, что тогда ей этого не нужно. Вот мне, честно говоря, эта позиция не совсем понятна. Ну, в ресторане тоже она будет просить одноразовую посуду. Скажет, приготовьте мне, пожалуйста, ваш лучший стейк на вашу лучшую пластиковую тарелку. Ну, понесло меня, да, похоже. У меня проблема, кстати, да, с этими пакетами. Я и в магазине-то, честно говоря, стараюсь лишний раз не брать пакетов. То есть вот особенно вот эти вот маленькие пакетики, в которые они норовят запихнуть все, что угодно. Там берешь одно несчастное яблоко, да, в каком-нибудь магните или в пятерке, и они тебе пытаются его в пакет засунуть. Хотя ты планируешь его вот сейчас вот через 2 минуты помыть и съесть это яблочко. А нет, они все равно хотят засунуть. И здесь тоже хочу ко всем обратиться. Хочу, чтобы вы хотя бы немного думали. Не только о себе, не только о своем благополучии, о своих идеальных маникюрах и педикюрах, которые, безусловно, мы и многие другие мастера городов России и всего нашего мира будем вам обеспечивать. Но немножко думайте о том месте, где мы все живем. Но нельзя так. Так, очень много пакетов, очень много одноразки. И я вообще молчу про упаковку, которую используют в магазине. Ну, я не знаю, там йогурты, печеньки, да тот же самый хлеб. Блин, почему не переработанная бумага? Ну, неужели? Знаете, что даже компания Prada выпустила коллекцию сумок из переработанного пластика? 500 евро за штуку, между прочим. И вполне себе такие симпатичные так и не скажут, что из мусора сделаны. То есть люди что-то делают, да, кто-то там отказывается от натурального меха, какие-то знаменитые бренды. Кто-то вот сумки из пластика делают. Мы же хотим выразить свой протест пластиковым стаканчиком, одноразовым, четким, всему вот этому одноразовому. Ну, это так, лирическое отступление, это то, о чем думаю я, это то, за что у меня болит душа. И я верю, что если просто я начну это делать, то мир станет чуточку лучше. А если каждый будет думать так же, как я, и стараться сортировать мусор, набирать лишних пакетов, делать хоть что-то, хотя бы 1% из 100 возможных своих усилий на это, то, наверное, мир станет чуть чище, и мы не так скоро задохнемся в собственном мусоре. Посмотрите на наши свалки-помойки, это ведь все никуда не девается, мусор не утилизирует, никто этим не занимается на самом деле. И я уже не говорю про батарейки, лампочки, да, которые нужно выкидывать в специальные контейнеры для сбора, которые есть там также в Миге, и в других местах они есть. Нужно выводить эту культуру по поводу сортировки мусора, более бережного отношения к природе, потому что слишком много мы хотим удобства. Ну да ладно, да, 13-ая минута моего видео про ногти, а я тут вам про пакеты зачесываем. Ну, в общем, если кого тема эта волнует, welcome в комментарии. Мы сейчас уже заканчиваем зачистку. Время было, к сожалению, ограничено, сделали все, что могли. Я знаю, что многие из вас сейчас скажут, что недостаточно хорошо зачистили и так далее. Зачистили мы, как всегда, настолько, насколько физически позволяли нам возможности клиента, потому что мы не зачищаем до боли, до крови и так далее. Зачищаем ровно настолько, насколько может человек себе позволить. Ну и на этой ноте, наверное, я с вами буду прощаться. Всем, кто досмотрел и дослушал до 15-й минуты, большое спасибо. Записала все одним дублем на одном дыхание. Уж куда снесло, туда снесло, извините, пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!